всем привет друзья приветствую вас на своем канале one way и сегодня мы с вами будем говорить как обычно о цифрах почему как обычно потому что как у меня завелось на канале я даю отчет по каждой своей проработанной неделе а затем по каждому трипу и вот пришел момент когда трипы кончились год кончился и можно подвести итоги за 2020 год но перед этим мы подведем итоги последнего трипа потому что я обещал это сделать и она думаю в этом видео будет уместно сделать это вместе то есть сначала я расскажу про то что было в последнем трипе а потом расскажу про то что было в целом за 2020 год приятного просмотра друзья погнали в этой тетрадке я записываю все 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 для себя от руки поэтому я попрошу монтажера как обычно продублировать это где-то на экране а сам буду смотреть глазами вниз и собственно говоря говорить вам что да как тут получилось у меня записано так друзья несколько последних видео я увидел комментарии ну не последних даже а раньше когда я показывал свои зарплаты я показывал я увидел сомневающихся людей комментарии сомневающихся людей я хочу вам сказать одну вещь я никому ничего не доказываю на своем канале с помощью своих роликов я не пытаюсь внушить кому-то что-то мне абсолютно ну параллельно ваше мнение или ваше недоверие к моим роликам я то что записываю в тетрадь это не придуманные цифры потому что как я записываю для себя в первую очередь не для вас я записываю себя чтобы узнать сколько я зарабатываю сам себя я обманывать не буду и и в последнюю очередь я хочу сказать что в этом видео я вставлю скриншоты моих зарплатных ведомостей и это будет последний раз когда я насчет зарплаты оправдываюсь то есть я просто покажу что это на самом деле так на примере одного вот этого трипа который еще и в дальнейшем комментарии которые будут содержать такие вещи недоверительного отношения я просто буду игнорировать потому что у меня нету никакой цели кого-то в чем-то убедить мне не абсолютно никакой выгоды нет от того что вы придете в эту сферу или уйдете из этой сферы или от того что вы увидите какие здесь зарплаты или наоборот не увидите то есть мне абсолютно параллельно это меня не касается я просто делюсь с вами тем что есть у меня на самом деле кто не верит окей ваше дело а я надеюсь что есть много людей которые изменят свою жизнь к лучшему просто увидев то что я рассказываю ну а может быть кто-то посмотрит и сделает работу над ошибками есть разные люди разные менее поэтому такие друзья дела и так последний трип у нас друзья начался с 23 ноября и продлился он ровно до 23 декабря то есть соответственно всего лишь месяц я был последнем трипе но это был достаточно хороший трип потому что цены предновогодние как вы знаете всегда на подъеме и того в первую неделю как вы можете увидеть у меня было 5 грузов справа вы видите цену за каждый груз 800 полторы 2 2 и 2 700 где-то снизу мой монтажер подставит скриншот зарплатных ведомостей вы можете абсолютно сравнить актуальность той информации которую я даю то есть правдивость цифры сходятся один к одному просто ничего добавлять не надо также был детеншн 50 долларов где-то я там простоял два часа в общем гроз составил 9000 долларов в общем друзья гроз составил 9000 долларов из них мы отнимаем расходную часть мою расходную это 1512 и компания меня зачаржила на 1961 получается что мой чистый заработок был 5577 долларов проехал я за ту неделю 3 800 в общем груженых из них было 3600 следующую неделю давайте побыстрее как-то будем делать следующую неделю опять же вы видите все на скриншотах был угроз 10 800 из них 7130 долларов получилось чистого заработка следующую значит неделю уже третья по счету был всего лишь один груз помните груз из калифорнии до бостона 8000 долларов кстати тогда штрафа я никакого не получил помните 500 долларов штрафа я не получил и того чистый доход составил 4973 доллара идем далее последняя неделя в том трипе был принесла в негросс 11550 с вычетом всех расходов там наложилось пару дней от следующей недели поэтому последний груз короче неделя получилось на один день длиннее я приехал домой в понедельник разгрузился получается что меня зачаржили за дополнительную следующую неделю за трейлер за страховки за все 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 то есть я заплатил вдвойне из-за этого внизу в графе дедакшнс вы можете видеть что все умножено на два мой доход чистый составил 6225 долларов ну что осталось подвести итог сложить все четыре недели вместе правильно так вот на вот этом скриншоте вы можете видеть следующую информацию тут слева наверху указаны даты с которых я работал и по какие значит дальше идет 4 просто банальная табличка 4 недельки с указанием гроза сколько процентов 14 процентов это то сколько я плачу компании за загрузы сколько я потратил на дизель и сколько получилось сэкономить на дисконте и того гроза в общем получилось почти на 40 тысяч долларов а 5500 долларов я сделал заработок своей компании за месяц прошу заметить дизель я потратил где-то на шесть тысяч долларов с учетом скидки и того чистыми я заработал 2380 885 долларов но это еще не все друзья дальше вы можете увидеть графу неучтенных расходов потому что в этом то есть это 2300 885 это только то что вошло внутренний день то что ему уже вычитали дальше я поехал на ремонт как вы помните и первый раз мне ремонт обошелся 2900 долларов и второй раз я поехал подоставить и басту получилось где-то долларов на 450 ну короче там где-то на 4043 долларов с вебастой вместе вот и если мы это отнимем от 23 тысяч то мы получим 19 тысяч 842 это в принципе отличные деньги за месяц работы просто ведь 4 тысячи долларов я вписал сюда хотя ремонт я делал буквально днях а трип закончился месяц назад я решил что лучше вычитать ремонт из предыдущих месяцев потому что ну как я сейчас ремонт типа оставлю на следующий месяц это как-то неправильно вот отъездил заработал отремонтировался вычел того что заработал так будет правильнее и того получается практически 20 тысяч долларов за месяц это по мне так это отличная зарплата дальше я прикинул сколько бы я получал в случае если я бы дал свой трак какому-то водителю посадил бы его на 65 центов я считал зарплату 65 центов и у меня получилось что в среднем в неделю вот с этих 19 842 это если на 4 разделить получается где-то 5000 долларов то есть 4 960 получилось меня если бы я взял драйвера и он бы все эти мили которые проехал я проехал бы по 65 центов то я бы ему заплатил каждую неделю в среднем 2815 долларов то есть а себе мне бы оставалось 2145 то есть в принципе опять получается что драйвер бы зарабатывал больше чем я это еще с учетом того что они хотя ремонт уже отсюда вычтены да то есть драйвер опять зарабатывает больше меня и получается что за месяц драйвер бы на моем траке заработал 11 тысяч 260 долларов а я бы заработал 8582 доллара но так как я и драйвер и овнар то в нижней графе вы можете увидеть что я заработал все 19 тысяч 842 доллара я считаю это отлично самый нижний таблички я как обычно считаю пробег начинал я свой трип у меня было один миллион сорок шесть тысяч семьсот семьдесят миль закончил я на одном миллионе шестьдесят четырех тысячах то есть всего я проехал 17 тысяч миль из них груженых было пятнадцать тысяч миль пустых было 1630 миль и в среднем неделю получается я проезжал по четыре тысячи триста тридцать две мили много это или мало решайте сами вот я работаю в таком приблизительно режиме как то так вы можете посмотреть что по верхнем правом углу есть цена за грязную милю то есть то что платил брокер она составляет два с половиной доллара и я так пролистал чуть-чуть назад и я понял что декабрь месяц это самый жирный месяц никогда у меня еще не было два не было 255 но в среднем за три никогда не было 2 и 5 то есть где-то там в каждую в отдельную недельку попадалось такое что было и 2 и 6 2 и 7 2 и 8 но это воде настоящую неделю а тут получается за целый месяц средняя цена была 2 и 5 а чистыми получилось зарабатывать доллар пятнадцать с каждой милю ну что ребяточки давайте приступим к разбору 2020 года говорят он стал самым тяжелым годом с великой депрессии и я в это не верю потому что после великой депрессии были войны голодоморы эпидемии что только не было поэтому вряд ли это можно назвать самым тяжелым периодом но да ладно для меня этот год стал переломным моей жизни потому что я слез с трака компании на которой работаю на свой трак и стал таким менее комнатным бизнесменом поэтому пришлось больше считать цифры погружаться в цифры и сейчас по истечению года я могу сделать сделать разбор полетов да работу над ошибками провести и вы знаете что посчитав все до конца я скорее расстроился чем удивился это почему потому что когда ты считаешь отдельно стоящие недели потом складываешь их в трипы то выглядит она все более менее приемлемо но когда ты берешь и и глобально за год да все прибавляешь все вычитаешь и то что получаешь ты видишь а немного пыл уменьшается потому что оказывается что в куче в куче да какая то одна неделя утаскивает средний показатель вниз намного вниз то есть там два три три по офигенных один какой то плохой вот этот один плохой не на чуть-чуть сносит вам средние показатели а прямо вот серьезно просаживать средние показатели и из-за этого как бы весь год идет на смарку у меня была точно такая ситуация и я буду рассказывать все по порядку начнем с того что 20 год я начал в компании авгалл январь месяц я отрабатывал там это не зашло в моей учебнике просто я вам рассказываю весь год да сюда попало только то что я работал на своей машине проработав компания авгалл январь я заработал около восьми девяти тысяч долларов и уволился оттуда получив обратно свой депозит тысяч долларов там где-то получилось десять тысяч долларов за январь потом февраль месяц я катался с жене шимоновым если вы помните у меня на канале выходили видосы он меня взял на стажировку на кархоллер я просто думал что мне это понравится но к сожалению мне это не понравилось или к счастью я не знаю в общем февраль месяц я откатал с ним там три с половиной четыре недели короче почти весь февраль а но я там так чисто номинально зарабатывал денег тысячи тысячи две не помню потом значит был март и в марте я искал а нет февраль апрель феврале я изложений в апреле я искал трак вот когда я искал трак я ничего не заработал соответственно я не работал я отдыхал я нашел трак купил его за двадцать пять тысяч долларов как вы помните то есть и в марте я выехал в свой первый рейс мой первый рейс ребят я не снимал и он не выходил на моем youtube канале объясняю почему потому что я был неуверен справлюсь ли я мне нужно было решать какие-то текущие вопросы я не мог себе позволить снимать что-то еще потому что это было все новое для меня я не знал в какую компанию попал какие будут там грузы как трак себя ведет то есть я боялся на самом деле поэтому я не снимал но поверьте мне там ничего интересного не было было сложное месяц и весь марк проработал я это был самый худший месяц за всю мою дальнобойную карьеру потому что цены были ниже плинтуса дальнобойщики в вашингтоне стояли на забастовках а я в это время ждал грузов траки потому что их просто не было или были очень дешевые в общем я вам рассказываю свой первый трип он начался 15 марта закончился 18 апреля и принес он мне всего лишь 11 тысяч четыреста семьи шесть долларов но это не все друзья после того как он мне принес эти деньги я пошел регистрировать трак и за регистрацию я отдал 3200 долларов но это сюда входит все в которые дал компании чтобы они мне сделали регистрацию сама регистрация там 2000 долларов и 800 долларов страховка на год физикал дэмэдж я все впихнул в одно и получилось это 3200 и вот эти вот расходы отнялись еще от 11 с половиной тысяч и у меня совсем осталось чуть-чуть 7800 то есть принципе обычная зарплата компани драйвера такого не самого лучшего она вот получилось у меня за первый месяц работы но подумал я первый блин комом это был мой первый месяц работы на траке у меня в тот месяц получилось чистыми центов за милию 50 центов за милию то есть я зарабатывал меньше чем компани драйвер там 15 а то и 20 центов за милию это был нонсенс для меня но я не расстроился потому что как я сказал это был мой новый трак новый рейс новый новая компания все новое и марки самое главное было такое что я чувствовал тракставы были полу пустые никто не хотел точнее были полные но все стояли не было грузов и я звонил диспетчерам они говорили мы ищем пытаемся но ничего найти не можем короче тогда был как-то вот ну совсем пессимистичный упадочный рынок и поэтому вот получилось как получилось 7800 и именно этот трип срубил меня напрочь весь год сейчас объясню как он это сделал и того первый рейс был 7800 запомнили дальше идем ребята дальше два месяца сидел на карантине весь апрель и весь май я сидел на карантине и я ждал хороших цен и вот в июне наконец-то 9 июня я выехал в рейс потому что как мне сказали диспетчера цены поднялись можно уезжать так вот за два почти месяца где-то сколько получается с 9 июня по 2 августа короче скажу вам я заработал 57 тысяч гроссом а чистыми составила 33 тысячи долларов соответственно и после отнятия всех остальных расходов вышло 24400 24400 это снова немного потому что это почти два месяца работы то есть опять приблизительно опять где-то 10-12 тысяч долларов что опять мне не особо понравилось но там была другая загвоздка там были ремонты всего на ремонт я за тот трип убил 6214 долларов а это как вы понимаете очень много но подумал я ладно отремонтировал трак значит дальше будет лучше дальше будет жирнее потому что трак зарегистрирован отремонтирован и в принципе можно работать дальше значит у меня пошел следующий следующий трип был с 20 получается августа до 31 октября это самый длинный мой трип он был 10 недель и за 10 недель мне получилось заработать сразу вам чистыми скажу 45 тысяч долларов то есть в неделю в среднем по 4500 вот тот трип был самый такой жирный самый приятный за все время там я за два с небольшим месяца заработал 45 тысяч долларов это прям вот ровно по 20 тысяч долларов ну и соответственно последний самый тип предновогодний он принес мне тоже двадцатку ну вот короче видите три месяца в году я получил по двадцатке остальное все было то 8 по 12 короче ни шатка ни валка далее друзья вот в такой огромной таблице сейчас тоже будет где-то фотография рядом прицеплена это значит отчет по расходам за весь год ну опять же не за весь год а за то время когда который работал на на своем траке с марта месяца в средних четырех колонках вы можете видеть сверху даты подписаны это как раз мои трипы первый второй третий четвертый за год у меня было всего четыре трипа то есть ну вы понимаете да причем каждый из них было разного разной протяженности и внизу в графе викс вы можете увидеть сколько недель длился каждый трип и потом я вам объясню для чего я сделал эту графу итак поехали вы можете по отдельности наблюдать каждый трип по отдельности я буду говорить вам в общем сколько получилось то есть последняя графа это графа total сколько в общем получилось трат или прибыли и так далее слева вы можете видеть наименование ну чего это такое вообще о чем мы говорим и того угроз у меня за вот эти вот там 7 месяцев составил 206 тысяч 419 долларов представляете я перевез товаров на 206 тысяч долларов это много на самом деле потом дизеля у меня ушло на 34 тысячи долларов то есть представляете я потратил на бензин какие-то баснословные на дизель баснословные деньги 34 тысячи долларов а на ремонт у меня ушло 16 тысяч 900 долларов это очень много я что-то когда ремонтировал я думал ну ремонтирую или ремонтирую да но в конце года когда ты считаешь и получается почти 17 тысяч ну и ты трак купил за 25 как бы сюда прибавил 17 уже 42 тысячи стоит мой трак как бы он не стоит столько но вот я за него заплатил именно столько но дело в том что я его продавать не собираюсь как бы он уже не обесценивается то есть траки которым миллион они уже дальше практически не обесцениваются они уже стоят они и цена на них зависит именно от того что в них сделано если я сделаю в нем капитальный ремонт двигателя он будет стоить соответственно чуть дороже если он там что-то с ним случится нехорошее то что он будет стоить дешевле а вот от пробега уже цена практически не меняется то есть ну может меняется но очень незначительно поэтому я буду на нем ездить он будет мой он будет ну я буду его парковать там когда мне он не нужен и выезжать на него в рейс когда он мне нужен поэтому мне как бы не жалко было туда денег впихивать ну плюс я не делал ничего там ненужного то есть все что я делал это было устранение каких-то серьезных неполадок там с EGR или с чем-то другим короче я эти деньги в турбину тоже поменял одна турбина тут стоила почти 5000 долларов едем дальше на толы толы друзья мои это платные дороги платные мосты или тоннели я потратил за вот эти 7 месяцев 1344 доллара P&W это parking and washing я на это все короче на мойку трака и на парковку вместе потратил 1127 долларов supply это все барахло которое покупается в траке как я вам уже говорил то есть это все необходимое для того чтобы я мог работать там омывайка какие-то жидкости какие-то там отверточки какие-то лампочки какие-то там даже вилки ложки с пластиковая посуда это тоже все supply это то что нужно чтобы жить в траке то есть это без этого не получится на это ушло 1138 долларов соответственно есть следующая графа тикеты это штрафы штрафы друзья у меня были в самый первый рейс когда я ничего не снимал тогда меня эвакуировали просто пока я спал то есть меня цапнули и начали оттаскивать пока я спал ну я был без трейлера короче я вылез наорал на него и заплатил 425 долларов штрафа потому что там стоять было нельзя я стал на частной территории ну в общем вот вам Артур дотошный, Артур заносит все даже то что вы не видели потому что Артуру нужно не вас удивить а себе понять сколько осталось в кармане дальше значит на еду ушло всего 418 долларов но это не потому что я ем как птичка а потому что у меня жена есть очень хорошая которая готовит я забиваю полный холодильник и я потом это все вкусно ем в траке просто грею микроволновки замороженные домашнюю еду и живу себе прекрасно следующий графат это документы это все что связано с бухгалтерией не с бухгалтерией даже а с оформлениями с регистрациями, со страховками и так далее то есть она вот 632 доллара это с меня сняли highway tax я даже не знал про его существование причем его снимают раз в полгода значит вот-вот сейчас скоро меня должны еще раз только же снять в общем 3800 долларов у меня ушло куда-то на вот эти юридические вопросы oil это графа связанная с заменой масла и замену масла я сделал на 1724 доллара трейлер это аренда трейлера ребят первый месяц как вы видите я ездил на Амазоне кстати забыл сказать худший месяц у меня в году это был месяц который я работал на Амазоне без трейлера далее я начал снимать трейлер и в итоге за 7 месяцев я потратил 5040 долларов на трейлер на аренду трейлера дальше графа идет 14% это как раз то про что я говорил я специально ее добавляю сюда чтобы видеть сколько же owner оператор отдает денег компании в которой он грузится потому что и это еще даже не все то есть неизвестно эта компания брала только проценты или где-то там щипала еще но вот то что брала она точно это 26 тысяч долларов она брала с меня за 7 месяцев то есть 26 тысяч долларов если это поделить на скажем на 7 сколько это получается по 4000 долларов в месяц приблизительно да фи что такое фи ребят фи это все что я платил тоже компании логбук страховка моего здоровья страховка карго и liability то есть страховка на груз то есть я это тоже платил из своего кармана в неделю было 391 доллар и вот оно вышло что я на 14250 долларов оплатил страховку логбуки и так далее то есть это расход тоже большой получается в год в год вышло много а так то было на самом деле немного ифта ифту снимали у меня раз в квартал то есть я ездил 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 потом раз в 3 месяца у меня снимали сразу там за 10, 11, 12 недель и получилось что 1285 долларов я заплатил за ифту в период с марта по январь скейлс это весы весы ушло на весы 449 долларов тоже многовато кстати не думал что я так часто заезжаю туда но вот как видим 449 долларов вышло дальше ребят как раз вот дошли до недель вы видите 5, 7, 10 и 4 недели всего за этот год я был в рейсе 26 недель представляете то есть это совершенно немного это 6,5 месяцев ну ладно 7 месяцев пусть будет 7 месяцев за год я ездил в траке остальное время я либо отдыхал либо там занимался другими делами ну так в общем за 7 месяцев ребят я проехал 101 тысячу миль даже 102 тысячи миль вот тут вот в следующей графе вы видите 102 тысячи миль за 7 месяцев это очень много на самом деле я от себя не ожидал такого но ладно кто-то есть который ездит и больше поэтому может быть они сейчас посмеются даже над тем что я сказал что это много груженных было 87 тысяч миль это было груженных дальше чистыми ребята вот самая главная цифра чистыми я заработал в графе вы видите 97,5 тысяч долларов то есть за 7 месяцев это прямо чистые это уже с вычетом всех абсолютно расходов абсолютно всех страховок, парковок всех документаций, регистраций, ифты вот эта цифра ребят это то что вы у меня каждый раз спрашиваете Артур сколько денег ты заработал хватит нам показывать доходы и расходы расскажи сколько денег осталось в твоем кармане вот ребят я вам рассказываю 97,543 доллара ну даже не за год это за 7 рабочих месяцев остальное время я сидел дома много или мало вот я сначала подумал много 100 тысяч долларов это зарплата уже прямо такого уверенного в себе среднего класса потому что средний класс не знаю скажите мне правду да скажите мне правильного кто знает по моему он начинается с 50 тысяч долларов это в два раза больше чем зарабатывает средний класс извиняюсь, чем начинается средний класс скорее всего до 3, на 2-ra dos с чем-то тысяч долларов я пару лет в Америке и не знаю английский не имея образования тут в Америке никакого как такового зарабатываю там нормальные приличные деньги, да, за 7 месяцев получается 100 тысяч долларов, но сначала я обрадовался думаю, ну окей, хорошая зарплата, молодец Артур, год прошел хорошо 20-й год типа не расстроенный не так как у всех у кого там работы не было, у кого что у кого карантин, у кого там ну какие-то проблемы и не дай бог там кто-то заболел, у меня все шикарно, думаю, ну отлично но потом я начал считать, ребят начал делить вот эту зарплату на недели и посмотрите, что получается получается, что в среднем в неделю в первый трип я зарабатывал 1606 долларов во второй 3485 долларов в третий 4526 долларов, это в среднем в неделю, то есть вот я делил количество денег заработанных на количество недель в каждом трипе, и последний трип был самый жирный, я по 5000 долларов зарабатывал в неделю, но вот в среднем году получилось 3751 я как вам сказал первый трип убил всю статистику вообще за весь год смотрите дальше дальше следующая графа это сколько брокер платил грязными за каждую милю первый месяц 2 0 9 2 2 25 3 2 46 и вот то что я говорил предновогодний трип 2 50 дороже этого это в среднем за милю платил брокер у меня не было то есть но в году в среднем получается 2 32 а вот тут начинается самое интересное последняя графа она меня просто убила и я не знаю что надо делать короче но я сейчас думаю что надо исправить чтобы понять следующую графу последняя графа это чистые мои деньги прям после всех расходов которые я положил себе в карман за милю соответственно и вот смотрите первый трип я ездил по 50 центов 2 35 по 80 центов 3 35 по доллару 17 4 3 по доллару 14 но конский хвост в среднем году тут не видно но я вам скажу я ездил по 90 центов то есть я ездил на 20 центов дороже чем компани драйвер имея свой трак я ездил всего лишь на 20 центов дороже чем компани драйвер вот такая вот занимательная статистика я знаю чего это в принципе это того что трак чинился трак там ломался это того что большие проценты я платил компании от того что в этой компании была большая страховка от того что первый трип был ужасный просто и он снес мне все остальное потому что если бы не первый трип то я хотя бы там в среднем было бы доллар но это еще более-менее 90 центов меня лично расстроило что мы значит будем планировать с вами дальше надо доводить трак до нормального я понимаю что он старенький он постоянно ломаться по чуть-чуть по чуть-чуть но главное не сделать так чтобы не вылетать на крупные бабки то есть чтобы он не встал на дороге чтобы не стуканул там двигатель да чтобы не что-то не случилось с дефом короче какие-то вот такие вот вещи важные надо делать и пусть он работает и ездит себе удовольствие я соответственно тоже нужно как-то оптимизировать расходы на всякие остальные расходы то есть на трейлера кстати может трейлеры купить из 5000 потратил за год я мог бы купить за 10 тысяч там трейлер например да и и он был мой вот соответственно этим надо заняться вот почему я не покупал трейлер ребят я вот именно ждал вот этого отчет сейчас я дождался я понимаю я могу с вот этой таблицей сидеть и выверять что тут исправить где сэкономить где можно там что-то изменить чтобы было лучше поэтому я как обычно делюсь с вами всеми своими ошибками и кстати и победами и ошибками и честно рассказывал как о хорошем так и о плохом потому что мне нечего скрывать как я говорю я не заинтересован абсолютно ни в чем это просто мое хобби и мне просто нравится компания понимаете многие из вас те кто смотрит меня в ютубе потом подписываются на мои соцсети инстаграмм телеграмм ссылочка в описании и вот те люди которые прямо моя моя аудитория не которые просто посмотрели поставил лайк поставили колокольчик и подписались вы тоже молодцы конечно но из вас самые активные лезут дальше в телеграм и инстаграм и там начинается настоящее общение где-то тет-а-тет где-то мы в чате с ребятами общаемся и там возникает такая комьюнити которая помогает друг другу короче туда-сюда и вот мне нравится именно то что что-то у меня случится я могу всегда задать вопрос мне ответят понимаете я многого не знаю там есть очень грамотные опытные люди у которых стажи там годы десятки лет я спрашиваю них как сделать понимаете потом делюсь этим с вами вот это мне нравится поэтому не забывайте подписываться в углу вы видите мой номер телефона это мой мобильный если вам нужна работа или помощь какая-то только не иммиграционная пожалуйста умоляю по тракам по работе на траках и не по пикап тракам пожалуйста ребят по пикап тракам не ко мне я не занимаюсь так то этой отраслью я могу вам подсказать только по тракам получайте сидел как только получите пишите звоните найдем работу если вы покупаете свой трак и хотите что-то спросить звоните может быть что-то подскажу вот такие вот дела друзья у нас получается запоминаем 97000 долларов с половиной за 7 месяцев и всего лишь 90 центов за милю в среднем за год спасибо что были со мной спасибо что смотрели заходите почаще увидимся с вами в следующих видео